Алтайский центр самбо открылся 21 января благодаря спонсору. Энергетическая компания сделала, казалось бы, невозможное. За 8 месяцев вернула достойный вид заброшенному зданию завода ВРЗ, а также прилегающей территории, вложив около 18 миллионов рублей. Ведущие самбисты мира, приехавшие на открытие, высоко оценили проделанную работу. Я рад, что у детишков будет такой центр, потому что в моем детстве такого центра не было. Мы тренировались, где приходилось, поэтому я уверен, что учитывая, что такой центр для детей, для начинающих, то и соответствующий будет результат. Спортзал закрыли, маты увезли в победу. Такое сообщение в одной популярной интернет-группе появилось через две недели после открытия центра. Информацию Федерации самбо нам подтвердили. Только ничего экстраординарного в этом не видят, говорят маты на открытие. Действительно пришлось одолжить в победе. Свои на момент открытия были в дороге. Своевременно ковры должны были поступить до 21-го числа. Ввиду того, что после Нового года, январь месяц, логистические фирмы не сработали, нам поступил звонок 18-го числа о том, что ковер прибудет не ранее 25-го числа. 25-го он поступил, мы его получили, 28-го мы его расстелили, лежит здесь. Второй ковер на подходе. Чтобы начать прием в секцию, поясняет Дмитрий Плотников, после открытия центра надо было еще утвердить тренерские ставки, решить кадровый вопрос и дождаться доставки нового спортинвентаря. С этим и связана пауза. Последние нюансы здесь намерены разрешить к следующему понедельнику. 15-го февраля в Алтайском центре самбо начнутся первые тренировки. А записаться на борьбу, говорит Дмитрий Плотников, можно уже в ближайший четверг. Всем желающим. Алексей Янкин, Александр Морозов. Наши новости.